всем привет это видео номер 2 из серии сравнений квартир в жк нагорный и жк высота сегодня я сравниваю трехкомнатные квартиры самые маленькие по площади которые я смог найти на сайте нагорный и высота поехали итак передо мной две квартиры самая маленькая трехкомнатная в нагорном 110 квадратных метров и самая маленькая в жк высота 80 квадратных метров и первое что бросается в глаза это количество окон в нагорном 4 высоте 5 высота как-то не жалеет сил на то чтобы установить побольше окон ну не знаю почему так но вот почему то так ну что идем внутрь и начинаем с прихожая первое это жк нагорный заходя в прихожую мы попадаем в такое вытянутое пространство в котором зато есть гардероб и кстати говоря он достаточно большой и это очень хорошо что они продумали такое пространство для хранения одежды это важно смотрим что высоте когда попадаем в прихожую вы высоте она вроде бы пошире но это пошире станет поуже потому что мы вот сюда поставим шкаф а больше собственно говоря и некуда и поэтому вся вот эта вот прихожка превратится в то же самое вытянутое помещение тем более что вот сюда вот скорее всего добавится стенка или вот сюда вот добавится стенка потому что с обратной стороны будет какая-то мебель устанавливаться и в общем вот эта прихожая останется такой небольшой ну а что делать в общем и там и там квартиры не очень большие особенно в высоте на целых 30 квадратных метров меньше поэтому чем-то приходится жертвовать но тем не менее я всегда говорю что прихожая должна быть нарядной потому что мы туда заходим ее нужно делать как можно больше и просторнее насколько это возможно потому что это вход в квартиру это настроение это первое впечатление и это очень важно идем дальше смотрим кухни гостиной в нагорном это вытянутое прямоугольное помещение которое 28 квадратных метров кстати говоря по площади больше чем в трешке которая по общей площади гораздо больше чем вот эта квартира очень странно но такая планировка расстановка мебели очень странная на мой взгляд потому что здесь кухня разорвана на две части посмотрите одна часть с этой стороны а другая с этой между ними стол вот как это себе представляют проектировщики носить из холодильника еду через обеденный стол на другую половину кухни но это совершенно неудобно и неприемлемо то здесь надо все по-другому переиначивать потому что такая расстановка но совершенно не жизнеспособна но остается место понятно под диван который здесь нарисован почему-то детского размера конечно диван будет больше это всем понятно и очевидно ну может быть влезет еще одно кресло но в принципе все это пространство можно организовать под кухню-гостиную и получится вполне себе ничего смотрим на комнату которая вы же к высота здесь всего 19 квадратных метров и это конечно катастрофически мало то есть здесь удастся поставить какой-то небольшой кухонный гарнитур какой-то небольшой столик и там один какой-то небольшой диван там с тумбочкой и телевизором в общем то вот и все ни на какие острова здесь рассчитывать не приходится но максимум это будет какой-то небольшой дополнительный комодик сверху на которые можно поставить кофемашина чайник и что там еще всего 19 квадратных метров этого катастрофически не хватает под полноценную кухню-гостиную идем дальше можно ли здесь в этих квартирах организовать мастер-спальню смотрим жека нагорный здесь есть три комнаты первая вторая третья ну вот та которая в углу здесь мастер спальню сделать невозможно а та которая справа находится в ней вроде бы казалось бы можно но для этого придется выдвигать и строить какой-то коридор вот таким вот образом чтобы заходить где-то вот может быть здесь вход в ванну организовывать где-то вот здесь и дальше мы проходим уже в спальню кстати здесь уже и гардероб нарисован то есть очень так неплохо но изначально здесь спальня для родителей насколько я понимаю предусмотрена совершенно в другом месте вот кровать уже стоит напротив телевизора и здесь есть даже гардероб просто здесь сделать мастер-спальню скорее всего не получится но разве что пофантазировать и прорубить проем вот здесь сквозь гардероб и выходить прямо в ванну не уверен что это можно и можно ли эту стену вообще разрушать поэтому нужно рассмотреть другую другой вариант другую историю когда мы вот увеличили немножко коридор здесь есть минус мы получили вот еще один такой коридорчик который не очень-то себе удобен смотрим что в жк высота ну здесь вообще речи не может идти о какой-то мастер спальне потому что какую комнату ни коснись мы не можем ее никаким образом увеличить мы не можем ни один из санузлов увеличить кстати говоря они здесь очень маленькие 39 метра 137 метра 2 а вот например в нагорном одна ванна 6 квадратных метров а другая почти 4 квадратных метров в обоих можно установить и душевую и ванную и будет такие две точки для помывки то есть для большой семьи да даже не очень большой это очень удобно а высоте этого сделать невозможно комнаты тоже отличается по метражу то есть высоте 12 и 7 комната 15 и 4 11 с половиной квадратных метров но надо сказать что для жилых комнат это вообще маловато конечно хочется побольше в нагорном размер и площадь жилых комнат больше и так получается что по этому параметру побеждает нагорный здесь можно организовать мастер спальню а в жк высота нет нельзя не получится еще такой важный момент можно ли как-то увеличить кухню столовую например если так хочется вот например в высоте этого сделать нельзя потому что здесь идет несущая стена которую убирать мы не можем соответственно непонятно куда увеличивать кухню столовой просто некуда а в нагорном если мы посмотрим то здесь по идее соседнюю комнату присоединить можно потому что здесь есть перегородка она тоже виде арки такой широченной потому что по краям несущие стены но сделать это можно и объединить в одно пространство ну вот такое вот сравнение у меня получилось и по маленьким трешкам побеждает нагорный ну конечно это несложно потому что здесь 110 метров а в высоте 80 разница аж в целых 30 квадратных метров не удивительно что нагорный побеждает кстати говоря цена не сильно отличается но буквально там в каких-то там 400 500 тысяч поэтому на мой взгляд здесь конечно лучше рассмотреть вариант нагорный но опять же это мой субъективный взгляд вы смотрите и думайте сами а если уже приобрели эти квартиры то думайте над планировкой в общем то везде есть на чем подумать но пока опишите в комментариях что вы сами думаете по этому поводу а на этом всем пока ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал да прибудет с вами муза а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok